Ну что ж, наука, техника и жизнь сегодня настолько близки, что за примерами далеко ходить не надо. Более того, прямо сейчас один из примеров сам придет к нам, а еще точнее прилетит. Сельское хозяйство теперь уже больше никогда не будет прежним, так утверждают разработчики агро-стартапа, которые выходят в поля с дронами и планшетами. Система контроля и анализа урожайности с воздуха позволяет сэкономить около 20% удобрений и семян в сезон. Эксперты считают, что именно заточным земледелием будущее, в этом убедился Дмитрий Цитов, Дим, добрый вечер. А как фермеры отнеслись к такому ноу-хау? Вы не поверите, еще пару лет назад они отмахивались палками, даже лопатами, но все-таки ребятам, энтузиастам удалось их убедить, что система экономит с одного поля порядка 10 тысяч долларов. Ну а все подробности, как беспилотники работают на полях, сейчас в моем материале. В этом бизнесе нужно идти клиенту только в резиновых сапогах. Никаких красивых презентаций и стартап-питчей. Порой фермеру приходится доказывать, что эта система способна сэкономить хозяйству десятки тысяч долларов только за один сезон. Рабочий день севы и славы с 4 утра и до 8 вечера. Непривычный режим для программистов, но хорошо знакомый трактористам. Айтишник и географ совершили свой первый полет на дроне по кукурузным полям три года тому назад. Под ногами агронома сельскохозяйственная культура никогда не гибнет. Святой поводит. В команде утверждают, что такого количества данных для анализа пассивных площадей еще никто не собирал. В хозяйствах до этого времени их фиксировали разве что в блокнотах. Механизатор Вадим уже вкусил все прелести точечного земледелия. Датчик, который установлен у него в кабине, абсолютно не мешает работе и позволяет не распылять бессмысленно удобрения. Машина выбирает только те участки, где оно действительно необходимо. Такой модем можно подключить к трактору или комбайну любого производителя. Новые мозги для техники разработчики собрали сами. Мы передаем информацию с нашего модема на компьютер точечного земледелия, где видна норма, заданная агрономом. И в эту норму носится норма, то удобрение, которое необходимо. Вся информация, как ездил механизатор, в конце обработки поля передается обратно через наш модем к нам на сервис. Искусственный интеллект для аграриев разрабатывает большая команда энтузиастов. Мы датчики поставим в этой зоне, в этой зоне и в этой зоне. Удаленно помогает с наладкой системы друзья из Великобритании, рекламой занимается свой человек в Аргентине. Испытывается и внедряется у нас. За прошлый сезон агро-стартаперы промониторили 55 тысяч гектаров земли. Всего пять хозяйств. В Гродно, Гомеле и Минске. Это поле одного из хозяйств под Минском, которому интересно было попробовать новые методы в своем производстве. Да, на этом поле мы сэкономили 25% удобрения. Мы работали на ячмене, на зимом третикале и в прошлом году работали на кукурузе. Здесь наша система выявила то, что рельеф оказывает самополагающее влияние на урожайность. И в этих участках поля зеленых урожайность более 70-80 центнеров на гектар. А в участках, которые находятся на вершинках, на небольших возвышениях, урожайность 30-40 центнеров на гектар. В арсенале команды дрон и бензиновый беспилотный вертолет. Также мониторят данные спутников, которые каждые пять дней предоставляют снимки в бесплатном доступе. И внедряют машинное обучение. Мы фотографировали капустное поле с дрона, обучали специальную модель, которая позволила в итоге находить на этом капустном поле сорняки. Сегодня в мире есть пять похожих агро-стартапов, базирующихся в Америке. Средний ценник мониторинга таких данных около 15 долларов за гектар. Наш стартап пока бесплатно тестирует систему, но разработчики уверены, что их решения будут значительно дешевле существующих. Чтобы упростить свою работу, придумали еще и метеодатчик. Считывают показания влажности почвы и температуры почвы. Это еще полезно, то есть когда, если это небольшое хозяйство, если это фермеры, они не могут, как так сказать, влезть в поле, пока влажность не будет определенного, так сказать, пока влажность не будет определенных показателей. Чем равномернее вносится удобрение, тем лучше окупаемость. Сегодня в Белоруссии большинство техники на полях работает по принципу разбрасывания. В Академии наук придумали высокоточную машину или умный плуг, который позволяет решить проблему и подключиться уже к базовым моделям. Мы сегодня не добираем в целом по республике при нынешних объемах применения удобрений, ну не менее чем 600 тысяч тонн зерна, например. Поэтому стоит задача как можно равномернее внести. Согласно отчету ООН, в ближайшие 40 лет население планеты увеличится на 2 миллиарда человек. Там же говорится, что для обеспечения его продовольствием сельскому хозяйству придется повысить эффективность работы на 60%. Технология бигдата или сбора массивных данных в сельском хозяйстве позволяет сэкономить около 20% удобрений семян. Проследить можно буквально за каждым клочком земли и спрогнозировать урожайность с помощью машинного обучения. Точные земледелия и умная техника дадут больший результат вкупе. В главном эфире Дмитрий Титов и Влада Корницкая.